Зачем? Как, наверное, они, там, знаешь, сайты разрабатывают или делают какие-то ещё вот эти вот прочие свои... Я рассказал об одном, они уже делают другой. Стас Мэйсон показывает третий. И вот, там, не знаю, Валик выпустит вообще четвёртый интерфейс. Вот, держите, играйте. И сейчас они это перерабатывают, и, скорее всего, это будет даже вот... В очередной раз. Здравствуйте, привет, до свидания и всё прочее. Нет, я с вами ещё не прощаюсь, просто новость такая, знаете, энергичная, отличная. И, как всегда, я уже, знаете, потеряю ручки в ожидании, там, 210, 215, может быть, ещё скольки-то просмотров. Но я точно не знаю, сколько наберёт данный видеоролик. Ведь я остался единственным человеком, который хоть что-то делает по Аризона Мобайл. Или уже, там, знаете, Самп Мобайл. Я не знаю, в каждом ролике, в каждом дайджесте, который вот как-то затрагивает всю эту тему, я буду говорить то Самп Мобайл, то Аризона Мобайл, то ещё какие-то вот эти вот все вещи. Я не знаю, чуваки, как всё это будет проходить дальше, но как-то оно определённо должно пройти. Если вы со мной согласны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делайте прочие вещи. А я тут, кстати, вот расскажу вам о, там, вот всём. Вчера Стас Мэйсон, или СК Мэйсон, или Сэм Мэйсон, или ютубер какой-то от Аризоны РП со 119 тысячами подписчиков в ролике показал скрины нового интерфейса мобильного клиента Аризона Рулиплей. Он также отметил, что в ближайших планах разработчиков добавить в него все скины и модели автомобилей, а также реализовать голосовой чат и встроенный АХК. Кто не знает, что такое АХК, я вам объяснять это не буду, потому что, ну, типа, я сам не знаю. Однако, то, что происходит с Аризона Мобайл или с Саммобайл в последнее время, меня не особо устраивает, потому что то они делают то, то они делают это. Я, я на самом деле вообще, то есть, я не хочу во всём этом разбираться. Мне вообще, то есть, я уже обо всём этом рассказывал, я обо всём этом говорил. То есть, сначала они показывают один интерфейс, говорят, что вот Аризона Мобайл, Саммобайл и все прочие вещи, они будут выглядеть так. Ещё даже не выпустив этот интерфейс, Стас СК Мэйсон показывает другой интерфейс, в котором говоришь, что вот, теперь вот интерфейс Аризона Мобайл, он будет выглядеть именно так. И ты сидишь такой, типа, блин, ну интерфейс с интерфейсом, а мне-то что делать? Я, типа, уже, там, знаешь, людям рассказал всё вот это вот сделал. Они такие уже, типа, ждут один интерфейс, а ты потом такой говоришь, что вот вышел другой интерфейс. И тут в комментариях, разумеется, весь этот вот, но новое оформление Аризона Мобайл, какие-то дизайнеры раскритиковали. Они говорят следующее, TypeWeb, веб-студия какая-то вот такая есть, это не реклама, если что, в TypeWeb не заказывайте никогда, лично моё мнение, вот, поэтому не реклама абсолютно, там 360 подписчиков всего, я не знаю, как им дали галочку ВКонтакте, за что, для чего, почему, зачем, как, наверное, они, там, знаешь, сайты разрабатывают или делают какие-то ещё вот эти вот прочие свои вещи, а может быть, они этого и не делают. Я не знаю, что там происходит, но они рассказывают следующее. Дизайн неплох, но, как всегда, множество вопросов к разным решениям и их целям. Лодинг паги. Зачем такой большой отступ сверху? При этом, элемент загрузки сделали маленьким, и на фоне он сливается с фоном, становится нечитабельным и малозаметным, неинформативен. Точка решения. Перемещаем лодинг, информирование о загрузке местами, или двигаем прогресс бар вверх к информации, ничего не располагая в нижней части экрана. Сервер лист. Размеры границ слева и справа разные. Также не совсем ясна мысль о таких сильных отступах для списка серверов. Фактически, вы сделали самый главный элемент менее кликабельным. На устройствах с диагональю менее 5.4. Начнутся ложные нажатия, а игроки с проблемой зрения будут испытывать дискомфорт. Б, В и двоеточие пишут следующее. Увеличьте шрифт. Сделайте размер выбора проектов и списка серверов на одном уровне. Сервера выделите более явно. Можно при активном выбранном сервере сверху менять его цвет на цвета логотипа проекта. Все замечательно. Все отлично. Все круто. Конечно, Typeweb. Все отлично. И знаете, в чем проблема? Я не понимаю. Вот у них, скорее всего, вот про этот интерфейс, про этот редизайн, про этот редисигн я вам рассказал. Скорее всего, он тоже долго не продержится. Я не знаю, что они вообще делают на своей этой Аризона, РП, Мобайл, Ролеплей и все прочее. Я просто не понимаю абсолютно. Чуваки, вы что? Я рассказал об одном. Они уже делают другой. Стас Мэйсон показывает третий. И вот, я не знаю, Валик выпустит вообще четвертый интерфейс. Вот, держите, играйте, делайте прочие вещи. И ты такой сидишь, что? Зачем? Для чего? Вы серьезно со всем этим пришли к нам? Зачем? Чем Старый в таком случае не устраивал? Тогда, когда в прошлый раз я обозревал вот весь этот новый интерфейс. Там был чел, который сказал, типа, а чем вам Старый не устраивал этот весь интерфейс? И сейчас они это перерабатывают и, скорее всего, это будет даже вот не конечный результат. А тот чел, по всей видимости, был прав. Если вы так часто перерабатываете, если есть какие-то вот эти вот все проблемы, которые описала вот эта вот вся студия по дизайну, по всем прочим вещам, то я не знаю. Может, тогда не выкладывать уже? Может, тогда не показ? Может, выкладывать стоит только тогда, когда вы уже готовы все это выпустить или нет? Просто, может быть, я чего-то не понимаю. Хотя я многого не понимаю. Я вообще недалекий, знаете ли, в чем дело. Но тут я просто, я не знаю, чуваки, как так можно? То есть, я сейчас расскажу об этом. Чуваки будут ждать. Чуваки будут надеяться. По итогу выйдет вообще другое. И они такие, типа, о, Зидан, Семен, а ты-то был не прав. Выходит, да вообще там другое. На что я буду отвечать? Типа, так это было в лайфсампе. И они такие, так и что, нам пофиг, держи там дизлайк, отписку, подписку и все прочее. То есть, я не знаю, как это так у вас происходит. Зачем это все вам нужно? Для чего? Нафига? У меня сейчас паническая атака просто начнется. Я не знаю, как на все это реагировать, как на все это отвечать. Что вообще со всем этим делать? Я вообще без малейшего понятия. Однако, если судить вот то, как это выглядит вообще в вакууме. Если бы мы отвлеклись от всего этого. То действительно, после того, как ты прочитал про вот этот вот весь Type Web. Вот эту вот всю их рецензию. Когда ты все это знаешь. Действительно, оно все сливается. Вот эта вот загрузка игры. Вот эта вот полоска. Осталась 1 минута 42 секунды. Задумка отличная, задумка неплохая. Но, типа, я не знаю. Можно было бы, знаете, как сделать? Можно было бы вот эти вот вообще сервера справа, которые там есть. Феникс. Можно было бы их, там, я не знаю, сделать какие-то вот специальные логотипы для них. Или чтобы там был не просто логотип Аризон РП. А чтобы, допустим, первая буква названий сервера. Типа же нету, наверное, там, знаете, новых названий серверов. Чтобы они были с одной и той же буквы. Или хотя бы там, если буква, там, если первая повторяется, то там можно взять еще вторую. Допустим, ГЛ, это был бы Глендейл. Или вроде того. То есть много того, что можно со всем этим сделать. И я надеюсь, что сейчас дизайнеры, которые все это разрабатывают, они прислушаются к этому. И по итогу сделают крутой дизайн всего вот этого вот Аризона Мобайл. Или вообще сам Мобайл Лаунчер. То, как это будет выглядеть за другими серверами, с другими проектами и вообще за другими вещами. Я, если честно, не особо могу себе это все представить. И вообще, если кто-то из вас может как-то подсказать по поводу всего этого, я был бы не против. Но в целом, конечно же, все выходит как-то не особо хорошо и не особо нормально. Однако, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Как несложно догадаться, я являюсь ютубером Аризона РП. И поэтому вам эту саму Аризона РП могу уже не просто советовать. Я могу ее рекомендовать. Да, иногда бывают некоторые баги. Да, иногда бывают некоторые лаги. Но, в целом, сам сервак стабильнее некуда. Стабильнее только швейцарские часы, как лично мне кажется. И то, там, знаете, не вариант. Они еще посоревнуются. Иногда бывает такое, что серваки падают. Баги случаются. Но у кого их не бывает. Поэтому, что я вам могу сказать? Айпи Аризона Ролеплей Феникс. Айпи Аризона Ролеплей Феникс. Оно находится в описании данного видеоролика. Заходите туда. Там со всем этим ознакомливайтесь. Там все это узнавайте. Там все это познавайте. Увидимся тут же завтра в 20.00. И, кстати, у меня еще есть телекрам-канал. На него вы тоже можете подписаться, если вдруг вам все это нужно. Или не нужно вообще. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И всем до свидания.